22 апреля отмечалась 148 годовщина со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. В центральной библиотеке Ленинского района готовятся к проведению лекции-дискуссии, приуроченной к этой дате. Главный научный сотрудник музея-заповедника Горький-Ленинский расскажет о неизвестных фактах из жизни семьи Ульяновых. Наша библиотека готовится не только принять участие в традиционных субботниках, но и ряд мероприятий будет посвящен этому историческому лицу. В частности, в апреле у нас состоится финал конкурса спикеров в рамках проекта «Аргументы и факты». Школьники Ленинского района примут участие в этом мероприятии, и в рамках дискуссионной площадки будет выявлен лучший спикер. А тема будет посвящена именно этой исторической, очень противоречивой личности Ленину. В наше время отношение к вождю революции 1917 года неоднозначное, и именно для того, чтобы люди услышали настоящую его биографию, узнали Ленина как разностороннего человека, организаторы решили провести такое мероприятие. Сейчас, в общем, есть определенный доступ к некоторым документам, к некоторым воспоминаниям, и, конечно, можно это все почитать, можно поработать с этим. Но вообще историки вот знают, как работать с документами, да, а вот обыватель, например, он может открыть книжку просто, да, неизвестно же, кто написал эту книжку. Вот. У него тоже может быть субъективное мнение о человеке, правильно, или там о каком-то историческом действии. Вот. И, конечно, ну, так скажем, какое-то хочется беспристрастное такое мнение иметь, да, да, вот просто вот такой материал дать людям, а пускай потом человек сделает вывод сам. В преддверии мероприятия организаторы тщательно разбирают архивы, ищут интересный материал, проводят его анализ, чтобы люди узнали Ленина не только как политика, но и как человека. Это лето 22-го года, когда вот сразу после приступа, вот приглашен был корреспондент газеты «Правда» Лобода, и он сделал вот ряд вот таких фотографий, сами знаменитых, вот Ленин с вами, Френч, гуляет по парку в горках, да. Для чего это было сделано? Для того, чтобы успокоить народ, что с Лениным все в порядке. Дискуссионные встречи в библиотеке проводили не раз, но тему исторической личности затронули впервые. Работы еще предстоит много, каждый сотрудник библиотеки старается помочь организаторам в поисках фотографий и нужной информации. И уже совсем скоро они будут готовы принять всех желающих на интересную дискуссию под названием «Дело вождя». Продолжение следует...